В общем, все так, про депанализацию понятно? Навели транс. После того, как навели транс, мы переходим к интервенции. Команды или внушения. Это, собственно, в первоначальном смысле, это глагол по великому наклонению. Делай это. Подпиши договор, помой посуду, убери игрушки, купи шубу, займедельник, прокати меня на машине, потому что единственное, что нас на самом деле интересует от окружающих людей, как раз их действия, их поведение. Нас интересует, по большому счету, только исключительно это. Соответственно, если это какая-то простая команда, мы это можем внушить напрямую. Там, не знаю, пойди там, упери игрушки, пойди там, помой посуду. Но если действие для человека сложное, прямую внушать это долго. Поэтому нам приходится вспоминать то, что мы сами разговаривали вчера, и начинать компостировать ему мозг. Один из способов компостирования мозга – это когда вы отрисуетесь и даете ему внушение, чувствуя это. Но ты же меня любишь, поэтому купишь игрушку. Мы же с тобой друзья, поэтому помоги мне с переездом. Адресация чувства, то, что человек чувствует прямо сейчас. Ну, ты чувствуешь, что устал, устал, наверное, порядка дохни. Чувствуешь, что, в общем, тебе квартира мало, а в общем, покупай новую квартиру. Обычно адресация чувства нам проходит очень легко, потому что человеку легко с этим согласится. Но если вам нужно от человека еще какое-то более глобальное сложное действие, приходится идти еще более издалека и внушать впервые, давать команду из серии «думай это», потом «чувствуй это», а потом «делай это». «Ну, как у нас государство армурвации?» «Думай, что у нас великая страна, и ты его гражданин, охраннись своей страной, плати налоги». Потому что человеку сложно с подобной волей платить налоги, если он своей страной не гордится. «Думай, что в мире есть любовь, чувствуй, что мы друг друга любим, ну и здесь, соответственно, что вы там хотите? Посуда, шуба, машина, отпуск и т.д.» То есть, чем более сложное действие вы человека хотите, тем больше нужно объяснять, что он думал, что вообще это в мире присутствует, потом, что он по этому поводу чувствует. «Думай, что есть эти жучки-сапрофиты, чувствуешь себя, пыль в этих коврах и покрытие на диванах скопилось и покупай присутки за 150 тысяч, которые в Германии со скидкой стоят 20. Понятна схема?